Дорогие радиослушатели, продолжаем нашу замечательную программу и наше любимое родное русское радио Медвежегорск в самом прямом эфире. Друзья, сегодня в студии я вновь не одна, у нас всегда есть гости, это очень приятные, милые, добрые, замечательные люди. И сегодня я хочу познакомить вас с прекрасной, красивой женщиной Светлана Басина, лидер компании Фаберлик. И со Светланой мы будем говорить сегодня, потому что прекрасный праздник, 20 лет замечательной этой компании Фаберлик. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Алена, здравствуйте все радиослушатели русского радио Медвежегорск. Мне очень приятно, что вы пригласили меня сегодня на радио, тем более я знаю, что сегодня прекрасный день сердца. И по образованию я медик, у меня медицинское образование, и этот праздник непосредственно связан со мной. Я хочу, во-первых, поздравить всех с этим чудесным праздником. И сердце, оно ведь не только орган, оно же у нас еще и несет добро, тепло, любовь. Вот, и поэтому сегодня мы будем как раз, я думаю, говорить об этом, потому что наша компания, она такая же добрая, теплая, светлая, красивая. Мы несем женщинам красоту, мы несем женщинам счастье, Фаберлик в каждый дом. Замечательно, Светлана, спасибо огромное. Да, действительно, друзья, сегодня всемирный день сердца, с чем мы вас и от души поздравляем. Смотря на то, что это и орган, как бы, но и сердце, это для жизни, все-таки без него жизни быть не может. Светлана, а профессии сетевик нам более подробно вы сегодня расскажете? Да, я, конечно, расскажу об этом. Вообще, бытует такое мнение, что сетевик, сетевой лидер, тот, кто работает в сетевой компании, это такая женщина с сумками, которая приходит куда-то, тащит эти баулы на себе, приносит там косметику, продукцию, сковородки, ну, не важно то, что продает. Вот, на самом деле это совсем не так. И я собой олицетворяю как раз вот именно вот эту вот, другую сторону этой медали. Сейчас, когда у нас век интернета, когда у нас абсолютно много социальных сетей, различного вот такого коммуникации разной, да, сетевик – это человек, который привлекает людей в компанию, тем самым образует товарооборот и за этот товарооборот получает деньги. То есть, во-первых, мы пользуемся сами. Во-первых, мы, конечно же, делаем красивыми окружающих женщин. Во-вторых, мы это продаем, но продаем не так вот, как на базаре на рынке, мы продаем это через интернет. То есть, любой человек может зайти в интернет-магазин, посмотреть, что там, то, что ему приглянулось в любое время, вечером, утром, днем, когда у него есть свободное время, и купить. И также он может пригласить своих друзей и подруг, и тем самым еще и заработать на этом деньги. Ну, замечательно. Я думаю, что компанию «Фибролик» в нашем городе знают. И как правильно называется у вас? Вот сетевика еще… Как правильно еще слово есть? Ну, есть слово «консультант», но наша компания – это лидер, директор, ну, в зависимости от того, какая у тебя команда, какого успеха ты добился. Да, и сетевик – это… В общем, в профессии сетевик, например, для меня сочетается очень много профессий. Ты должен быть и психологом, и консультантом, и косметологом, и продавцом. И поскольку у нас сейчас компания взяла такое направление на фэшн, ты должен быть в курсе всех модных событий, смотреть показы, участвовать в этих показах. Ну, и вот как-то быть в курсе всех модных событий. А еще быть общительным и очень красивой женщиной, как наша Светлана, как наша сегодня гостья. Светлана, мы продолжим нашу беседу через буквально несколько композиций. Сегодня компанию «Фибролик» мы поздравляем с юбилеем. Мы желаем всем, конечно же, здоровья, отличного настроения, но и быть красивыми самим, и делать наших милых женщин и людей тоже красивыми. И, конечно, не только внешне, но и внутренне, а еще, конечно же, у всех, как правильно, работников, сетевиков, красивое, большое, замечательное сердце. Друзья, мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Всем хорошего, красивого, отличного, осеннего настроения. О том, что сегодня у нас в студии гостья очаровательная, красивая девушка Светлана Батина, лидер компании «Фибролик». И все потому, что прекрасный юбилей сегодня у этой компании. Светлана, мы продолжаем нашу беседу. Безумно рада нашей встрече. Вы прекрасно и так держать. Пусть в вашей жизни обязательно будет только все хорошо. Русское радио «Медвежегорск». Светлана, я знаю о том, что у вас есть какое-то новое направление. Расскажите нам подробнее о нем. Спасибо. Да, вот уже год наша компания открыла направление фэшн. То есть мы производим не только косметику и косметику для дома, да, но еще одежду, а также обувь. И это не только детская одежда, но сейчас есть женская одежда и мужская. И буквально с прошлого года мы стали сотрудничать с известными дизайнерами, с такими как Алена Ахмадулина, Валентинью Дашкин. И буквально вот сейчас, со следующей недели, с октября месяца, выходит новая коллекция, коллаборация «Фибролик» с Александром Роговым. Вот. Получается, я в этом направлении, поскольку я уже говорила, да, что сетевик – это, ну, не только консультант, который что-то продает, а это также и своего рода стилист, своего рода консультант по красоте, психолог и так далее, да, я нашла себя в этом как продюсер. Я уже год организую фэшн-показы. То есть раньше мы такого не делали. Раньше мы делали какие-то мастер-классы, презентации, мероприятия. Теперь мы делаем именно фэшн-показы. Делаем мы это совместно с Инной Зверьевой, с нашим хореографом. Выходят модели в красивых платьях. И, соответственно, наши жители Медвежегорска тоже могут это увидеть, посмотреть. Опять же, все ролики мы выкладываем на YouTube. Я выкладываю на свой YouTube-канал. То есть это тоже все вот можно увидеть и приобщиться к этой красоте. Замечательно! Какое действительно новое направление. Светлана, а модели наши? Да, модели наши Медвежегорские, девушки, которые занимаются у Инны Валентиновны Зверьевой. Инна с ними работает, причем очень хорошо. У них поставленная походка и осанка. Девчонки у нас что надо. Вот, поэтому мы очень, конечно, довольны этим тандемом, союзом, что мы вот так друг друга нашли и то, что мы это делаем. Замечательно! Вам успехов и девочкам, и неогромный привет, и, наверное, огромное спасибо. Светлана, у меня такой есть вопрос. Тем не менее, откуда получилось и пришло, о том, вот вы попали в компанию. Кто привел за руку, кто посоветовал, увидели рекламу, или друзья посоветовали? Как произошло? Я уже в компании 10 лет, пришла в компанию совершенно вот так, случайно, можно сказать, на крем, такой, знаете, который загар проявляет. Вот он был только в этой компании, только он мне подходил, я его там покупала, 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 но потом мы предложили скидку. Предложили скидку, 20%, как это бывает, на скидочку. Скидочка, акция, подарочек, мы все на это идем. Вот, впоследствии я уже, конечно, познакомилась со своим очень стоящим наставником, Галиной Михайловой, побывала на мероприятиях компании, мне так это все заинтересовало. Я думала, как это так, что это, как тут люди что делают? Ну, и я, соответственно, вбивалась в эти ряды. На сегодняшний день у меня команда более 100 человек. Ого! Вот, есть несколько лидеров также в моей команде, которые тоже приводят людей, соответственно, тоже организуют свои такие маленькие организации. Есть у меня лидеры, даже не лидеры, но это дистрибьюторы по всей нашей России и в Ялте. И даже, Лика, это уже не Россия, это же Латвия, да, даже за рубежом получается. Вот, есть девочка у меня в Тольятти. И вот забыла, Барнаул город, тоже мы вот там общаемся с женщиной, она там тоже к нам. Все наше, все родное. Замечательно. В общем, компания расширяется, расширяется, все больше становится, так сказать, эта сеть этой компании. Да. А вот лидер, вот рассказали, она находится у нас как-то, головной офис называется, или как правильно? Лидер может находиться где угодно, даже в маленькой какой-то деревне, да, вот мы обычно говорим, что ой, я не могу ничего делать, я же живу в деревне, я не могу работать. На самом деле нет, сейчас есть интернет, сейчас есть возможности коммуникации, ты можешь жить в деревне, подключать людей со всего мира, с других стран и общаясь с ними, рассказывая им о наших возможностях, они будут делать покупочки. И мы будем создавать им сам товарооборот и получать за это, ну, определенный доход. Замечательно. Светлана, огромное спасибо. Друзья, мы вернемся к нашему разговору вновь через несколько композиций. Светлана нам еще расскажет что-то новое и интересное. Спасибо огромное, друзья. Мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Вы, пожалуйста, пишите ваши замечательные, чудесные письма к нам в группу ВКонтакте «Русская радио Медвежегорск» в раздел «100 заказов». Всем удачи и хорошего осеннего настроения. Спасибо. Светлана Басина у нас сегодня в гостях и рассказывает о работе компании «Фольберлик». Светлана, у меня еще есть такой к вам вопрос. Вот вы работаете, и ваши люди, так скажем, работают в разных странах и городах. А как проходят встречи помимо интернета? Да, конечно, обязательно мы встречаемся. И очень хорошо, что наши вышестоящие наставники и сама компания, как правило, продумывают вот эти вот мероприятия. Буквально, поскольку вот у нас сейчас 20-летие компании, в Москве у нас сейчас состоится форум. Форум у нас международный. Обычно на такие форумы приглашают разных известных звезд. Марк Тишман вот был у нас. В прошлом году у нас была Эгната Литвинова, поскольку она представляла нашу вот линейку, вот эту платину для лица. Это в этом году секрет. Не буду пока рассказывать, кто будет. Потом впоследствии можно будет все опять же в сети посмотреть. Вот. Ну и, конечно, сами мы между собой, консультанты, лидеры, тоже встречаемся и стараемся, чтобы наши встречи, чтобы они были такими вот интересными, запоминающимися, необычными, веселыми. Да, и чтобы потом люди посмотрели фотографии и тоже сказали, ой, как здорово, как у вас классно, мы хотим к вам с вами. Да, и приходили в вашу компанию, занимались прекрасно. Еще скажу, поскольку мы начали в таком модном направлении, очень приятно, что жители Медвежегорска тоже могут к этому приобщиться. Буквально совсем скоро, в ноябре месяце, у нас будет новый фэшн-проект. Я думаю, что реклама тоже будет в сети, возможно, будет реклама и по радио, да. И люди смогут купить билеты на нашем офисе, прийти, посмотреть новую коллекцию Александра Рогова. И также нам обещают коллекцию от Валентины Юдашкиной. Замечательно, прекрасные планы на будущее вам, успехов, Светлана и вашей компании. И еще, поскольку сегодня день сердца, день такого тепла, доброты и любви, то, конечно, я, пользуясь случаем, передам привет и всем своим самым близким и любимым людям. Потому что, ну, кто я без них, да, самое главное, чтобы была семья, была поддержка этой семьи. Это, конечно же, мой любимый муж Александр, я передаю ему привет, люблю его безумно. Вот, моя мамочка, замечательная мамочка, я тебя тоже очень-очень люблю. Ты у меня самая, самая верная подруга, самая надежная, дорогая. Вот, а также есть у меня еще замечательная подруга Татьяна, которая всегда в любых ситуациях меня поддерживает и никогда не подводит. И две самые-самые любимые доченька моя, Елизавета и Анечка Кузьмина. Это, может быть, моя вторая такая вот родная доченька. Вот, тоже мои такие вот, ну, все у меня подружки, все у меня любимые, поэтому я вас всех люблю. Поздравляю вас с днем сердца. Я так рада, что вы со мной, благодарна вам. Ну, в общем, воздушные поцелуи, море-море обнимашек. Замечательно, Светлана, мы говорим вам огромное спасибо сегодня за прекрасный рассказ, за чудесную беседу. Мы вас от души поздравляем сегодня с праздником, с юбилеем. Мы желаем вам здоровья, конечно, процветания, чтобы в вашей жизни обязательно все было хорошо. Надеюсь, что еще на скорую встречу здесь у нас в студии нашей радиостанции «Русская радио Медвежегорск». Светлана, спасибо. Спасибо вам. До встречи. Ну, а мы продолжаем наш замечательный музыкальный час. Время осталось совсем очень мало. Успехов вам. Еще раз успехов. Всего самого-самого доброго. Спасибо, дорогие радиослушатели. 20 лет...